Привет, меня зовут Софья. В этом видео я хочу рассказать, что происходит в мире дизайна и что нам всем с этим делать. Суть и смысл всего этого видео будет в том, что наша профессия всегда должна была адаптироваться. И сейчас самое время, чтобы мы просто перестроились под нашу новую реальность. Я хочу начать с программ. Фигма уже объявила о том, что она заблокировала аккаунты санкционных компаний, они больше не могут пользоваться своими аккаунтами. Также они остановили оплату с российских карт и с российских аккаунтов. Все бесплатные аккаунты остаются в пользовании, с ними ничего не происходит. Есть ли вообще какая-то вероятность дальнейшей блокировки бесплатных аккаунтов? Маловероятно, потому что, во-первых, это очень сложно отследить. Фигма может это понять только по айпишникам, мы можем пользоваться VPN, поэтому тут они не могут отследить. Или по банковской карте, если вы пользуетесь бесплатным аккаунтом, то тогда и так вас отследить не могут. То есть, получается, включаем VPN, пользуемся бесплатной версией и наш аккаунт заблокировать не смогут. Но на всякий случай надо создать резервный аккаунт не Российской Федерации и перекинуть туда все проекты. Это на самый крайний случай. Если вас и это не устраивает, то есть аналог фигмы, который называется Lunacy. По интерфейсу он очень похож, возможностей чуть меньше, но тем не менее. С фотошопом, HD и иллюстратором ситуация похуже, потому что заблокировали возможность оплаты подписки. Поэтому единственная возможность, которая остается, либо вообще не пользоваться продуктами, либо пользоваться пиратскими версиями. Я получала сообщение, что у кого-то подписка продлевалась, спокойно списывались деньги с карты, а у кого-то и не продлилась подписка. Но что мы точно знаем, что сейчас приобрести подписку с российской карты точно нельзя. Теперь самый главный вопрос. Что будет с работой? Я хочу показать вам свою точку зрения. Во-первых, ТАСС проводила исследование, что в прошлом году больше 800 тысяч россиян зарегистрировали бизнес. Это значит, что в целом сегмент малого и среднего бизнеса растет. Это больше, чем в позапрошлом году, то есть в ковидный 2020 год. Сейчас, понятно, это число, скорее всего, уменьшится. Но вы должны понимать, какой объем бизнесов создается. Да, бизнесов станет меньше, но непонятно, как произойдет история с тем, что зарубежные компании ушли с рынка, их надо будет замещать. То есть есть огромная вероятность, что российские компании начнут заниматься импортозамещением, и большое количество новых компаний из-за этого откроется. Этого нельзя исключать и нельзя говорить, что нет, бизнесов больше не будет. И, собственно, мы будем сидеть больше без одежды, и кушать мы ничего не будем, потому что ушли все бренды. Нет, скорее всего, российские компании начнут это все замещать и занимать эти самые ниши. Всем этим новым компаниям обязательно понадобится упаковка. Сайты всегда были основным источником и показа информации о компании, и продажи услуг, если мы там не говорим о каком-нибудь магазине, но даже интернет-торговля уже выходит на первый план. То есть сказать, что сайты исчезнут, ну, я не знаю, на мой взгляд, это вот прям мега странно. То же самое касается и мобильных приложений, и оформления социальных сетей. Что делать с тем, что денег у россиян станет меньше? Дело будет в том, что просто сменятся приоритеты. Если раньше, например, компания больше вкладывалась в то, чтобы там развивать корпоративную культуру, то теперь, скорее всего, они будут переводить свои бюджеты в то, чтобы искать новых клиентов и развивать свой продукт, а не команду. Сейчас самое главное – выключить панику, продолжать ставить цели, продолжать учиться. И главное – быть тем самым человеком, который работает в настоящее время, а не сидит и ждет конца света. Поэтому продолжайте прокачивать свои скиллы, продолжайте также работать, как вы и работали. Да, будет сложнее, да, придется забыть о сарафанном радио, скорее всего, искать клиентом самим. Нам придется перестроиться, может быть, даже сменить программу, кому-то, может быть, придется сменить вид деятельности. Но это не говорит о том, что мы вообще все останемся без денег и дизайн никому не нужен. Нет. Каждый раз происходят какие-то ситуации, когда нам надо перестроиться. Это нормально, такое случается. Надо осваивать новые способы продвижения. Вконтакте, Телеграм, российские биржи, обновлять свое портфолио, обновлять свое резюме. То есть заниматься всем, чем вы занимались раньше, но в двойном объеме. Что делать с обучением? Если у вас есть средства на закрытие своих первичных потребностей, то вы можете идти на обучение, и это вам в будущем очень поможет. Но если, конечно же, ситуация иная, то учиться сейчас не стоит. Пытайтесь заниматься самообучением. Главное прокачать сейчас софт-скиллы, потому что в компании будет потребность в, во-первых, специалистах-универсалах, потому что будет происходить оптимизация бюджета, и в компанию будут нужны эти самые универсалы, и плюс, естественно, развитие той самой стресс-устойчивости. То есть вы должны адаптироваться к разным условиям рынка. Важное, что я хочу сказать, аудитория ВКонтакте увеличилась в три раза за последнюю неделю. Это значит, первое, что сейчас будет огромный спрос на оформление групп ВКонтакте. Поэтому если вы этим еще не занимались, обязательно занимайте эту нишу. Обновляйте портфолио, добавляйте такие работы, в общем, начинайте оказывать эту услугу. Если вдруг вы занимались, то есть какую-то рекламу давали своих услуг, то начинайте это делать сейчас ВКонтакте. Сейчас практически вся Россия будет сидеть в этой социальной сети. Соответственно, все увидят вашу рекламу. И последнее, про что я хочу сказать, это биржи. Одна из самых крупнейших изрубежных бирж Upwork заявила о том, что они тоже уходят с рынка. То есть невозможно будет зарегистрировать аккаунты. Контракты российским пользователям тоже больше не будут выдаваться. Поэтому мы идем на российские биржи, регистрируемся там, там заполняем свои профили и обновляем уже там свою портфолио. Я хочу, чтобы это видео вас успокоило. Вы поняли, что даже если уйдет фигма, у нас все равно есть пути решения. Что если не будет одних клиентов, придут другие. И если мы не можем сидеть на Upwork, то мы вспомним про наш старый fail.ru. Ну и, конечно, был Инстаграм, теперь у нас есть ВКонтакте. Заменить можно все, что угодно. И любой кризис дает нам какие-то новые возможности. Поэтому я надеюсь, что вы немножко подуспокоились. И мы увидимся с вами в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok